Какие существуют вообще процедуры, которые мы можем использовать после родового восстановления там? Это тренировки. Я не понимаю, что сокращать. Она должна поиграть. Можно даже футбол, по-моему, поставить. Поиграй в лагалище. Да, совершенно верно. Футбол. Возможно. Наши футболисты так и делают. Всем привет! Это Родкаст. С вами кандидат медицинских наук, врач-апушер-гинеколог, перинатальный психолог, экс-главный редактор Роды.ру и популярный блогер Алена Минц. И доктор, специалист по моторному развитию, преподаватель собственной школы детского развития и мама четырех мальчишек Аня Губина. Так как у нас подкаст о родах, то без мужчины никуда. Привет, Богдан! Всем привет! Сегодня я буду молчать еще больше, потому что я подглянул в ваши сценарии и увидел, что тема нашего сегодняшнего подкаста называется «Вернуться в секс после родов, после родовое восстановление». И почему ты будешь с нами меньше говорить? Потому что я не понял ни одного слова. Я не понял, куда секс пропадает после родов, зачем в него возвращаться и от чего нужно восстанавливаться. Но с нами есть мужчина, которому не удастся отмолчаться. Это кандидат медицинских наук, эндохирург, акушер-гинеколог, руководитель Центра репродуктивной хирургии Государственной клинической больницы Дорфман Марк Феликсович. Здравствуйте! Здравствуйте, Марк! Очень приятно! Очень приятно! Расскажите о себе! Врач-экушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, руководитель Центра репродуктивной хирургии и Центра эстетической гинекологии на базе гинекологического отделения одной из самых крупных больниц не только в Москве, но и в России, больницы имени Юдина. Вот это мне ничего не сказала! Чем вы занимаетесь? Мы занимаемся всеми теми гинекологическими направлениями, которые актуальны для женщины в совершенно различные периоды ее жизни, начиная от полового созревания, включая репродуктивный возраст, менопаузальный, и возраст, когда женщина уже входит в постменопаузу, и все этот весь период сопровождается, соответственно, определенными изменениями в ее организме, которыми мы... Помогаем справляться. Как раз, да, помогаем справляться, занимаемся. На самом деле, это очень важная часть жизни женщины, потому что гинеколог ее сопровождает в течение всего этого периода. Поэтому тесный контакт и выяснение нужных моментов в те или иные периоды — это очень важно. Три раза из четырех я рожала с мужчиной. И бытует мнение о том, что мужчинам действительно больше доверяют, и они более нежны, более щепетильны с женщиной. Да, я тоже на самом деле считаю, что это так. Да, хотя я, в общем-то, кушер-гинеколог женщина, но я бы, честно, я бы рожала, наверное, тоже у мужчины. Мне кажется, что мужчина в силу просто своего пола, он более холоден, более четок, более малословен, и ко мне не пристает. То есть я сама там в родах, он рядом, и он просто со стороны наблюдает, контролирует, если что, включится. Мне спокойнее. Меня просто умиляет, как Марку нравится твой ответ. Скажи, чуть-чуть уголки губ. Я пытаюсь себя сдерживать. Не надо. Не сдерживайся. На самом деле, в словах Анны вот есть абсолютная природная правда. Потому что всегда, так или иначе, в ситуациях разнополость, она всегда сопровождается трепетностью друг к другу, большим вниманием, терпимостью и многими другими. Как со стороны мужчины к женщине, так и со стороны женщины к мужчине. Но здесь, наверное, все-таки, так как эта профессия связана с лечением, то, безусловно, наверное, два основных фактора, которые можно выделить. Это компетентность и экспертность, профессионализм. Не важно, какой это пол, да, то есть важно, чтобы врач хорошо понимал и ориентировался в той или иной ситуации, которая важна для пациента. В нашей стране, да и в мире, очень много величайших профессионалов и женщин, и мужчин, которые приносят счастье, наверное, женщинам в своей профессии. Абсолютно верно, с вами согласна. Очень приятно. Но после родов женщина очень часто сталкивается с изменениями. И изменениями, как говорится, там, да, либо если ее роды сопровождались какими-то проблемами, осложнениями, да, либо кесарево сечение, с чем чаще всего обращаются к вам и с чем вы можете помочь и как вообще устроена ваша работа с женщинами? Ну, наша работа с женщинами устроена, в первую очередь, отсутствием каких-либо макетов. Потому что, когда мы шаблон даем женщине, вот вы знаете, есть такие-таки-то жалобы, она начинает их на себя, ну, условно в кавычках, примерять и говорить, а у меня вот может быть вот это. Поэтому, конечно, наша задача в первую очередь услышать человека, который к нам приходит, что его беспокоит. Это очень деликатная сфера, это определенная культура жизни, многие женщины стесняются вопросов, связанных с сексуальными дисфункциями, с пущениями, с послеродовым периодом. Безусловно, здесь определенную роль играет еще и мужской фактор, потому что страх потерять мужчину, который может что-то заметить и так далее. Это все имеет большое значение. Но если вернуться к медицине, не о лирике этой, то, безусловно, наиболее частые по статистике жалобы это сексуальные дисфункции, ухудшение качества сексуальной жизни, это сухость, жжение, дискомфорт во влагалище, опущение стен во влагалище, недержание мочи и, что немаловажно, психологический дискомфорт. Можно перечислять еще много различных жалоб, но это все-таки такие основные, с которыми к нам обращаются. Мне кажется, даже и без родов очень часто эти проблемы могут встречаться у женщин. Те же самые опущения с возрастом, даже если женщина ни разу не рожала, опущения могут быть и, к сожалению, скорее всего, у большинства женщины не будут. Да, недержание тоже происходит. Например, ну, внешние факторы. Здесь, конечно, мне тоже кажется, сейчас очень сильно играет доступность интернета, все эти видео. Да, сейчас даже порноиндустрия, она, мне кажется, очень сильно вредит, с одной стороны, не в этом плане, да, но действительно вредит и мужчинам, и женщинам, потому что мы видим вот эту идеальную картинку, которая на самом деле в мире, не то чтобы ее не бывает, да, да, и все вот эти картинки в интернете и как женщина выглядит, очень сильно мешают ей понимать, что на самом деле нужно. А вот с какими такими самыми частными проблемами именно психологического характера, что они хотят в себе изменить, и что вы можете им предложить, и вообще действительно вы лечите это, нужно ли это лечить, или не нужно? Ну, абсолютно правильно, как вы сказали, да, что она себе ставит планку, в принципе, для нее может быть не очень достижимую, но психологически это ее подавляет, что она не достигла, что она не такая совершенная, и так далее. Но если говорить о методиках, сегодня очень активно развивается такое понятие, как 5P, 5P медицина, да, 5 принципов. Что туда входит? Первое, это персонализация, второе, превенция, прогнозирование, позитивность и предикция. То есть это те факторы, которые в медицине очень активно развиваются, и безусловно, женщина подпадает под эти принципы, когда она живет обычной жизнью. Позитивность, это у вас все будет хорошо, или что, например? Позитивность, это перспектива ее лечения, ее профилактики и так далее. Поэтому здесь очень важно, что медицина перешагнула тот этап, когда надо идти, когда уже все плохо и оперироваться. И она перешла в стадию прогнозирования, благодаря технологии и многим другим факторам. Так вот, возвращаясь к нашей теме, можно сказать, что прогнозирование и своевременный осмотр пациентки, безусловно, это элементарная культура жизни любой женщины. Она пришла и продиагностировалась, ее посмотрели. Она сделала чекап такой, который соответствует ее возрастной категории, ее состоянию, послеродовому или непослеродовому. Потом включается механизм watchful waiting, во всем мире это называется дистанционное наблюдение пациентки. То есть у нас есть все ее данные. И мы ее приглашаем тогда, когда мы считаем нужным, что вероятно, ее нужно посмотреть, не возникли ли какие-то изменения. А дальше уже идет персонализированная программа, как мы ее дальше ведем по этому пути. Поэтому если говорить о том, что женщина родила и через два месяца или три она должна обратиться к гинекологу, безусловно, она должна. Но если она это понимает, если это ей объяснили, потому что она же занята ребеночком и так далее. То, что касается всем известной диспансеризации, это на самом деле очень правильно выстроенная система наблюдения за людьми. Она основана в первую очередь на предикции. То есть мы до появления тех или иных симптомов основного заболевания уже понимаем, что женщина к этому может прийти. Соответственно, обращение к гинекологу это очень важно. Дальше наступает момент, когда мы уже поставили диагноз, мы ее наблюдаем, и здесь вступают в силы все те технологии. Я их сейчас делю на молекулярно-генетические современные технологии, связанные с новыми энергиями, современной физикой и так далее, которые в совокупности дают врачу возможность ей помочь. Ну вот сейчас очень много вариантов, которые женщине обещают вечную красоту, молодость. И вот мы привыкли, что мы можем за лицом своим ухаживать, и мода пошла, что мы еще можем ухаживать и делать какие-то процедуры там. Да, но действительно, так ли эти процедуры безопасны, так ли они чудодейственны, да, какие существуют вообще процедуры, которые мы можем использовать в послеродовом восстановлении там? Наверное, следует выделить в первую очередь, первый эшелон – это тренировки. Тренировки, как известно, есть обычные упражнения Кегеля. Я, к сожалению, может быть, не прав. В медицинском сообществе могут сказать, что я некорректен, но я еще не встретил ни одну женщину, которой бы помогли эти тренировки. Марк, для вас это обычное, а для меня это необычное вообще. А я расскажу сейчас. А я расскажу. А второе – это биологически обратная связь. То есть это та же тренировка мышц тазового дна, но абсолютно прицельная. Что происходит? Это используются специальные датчики, которые фиксируют импульсы мышечных сокращений, благодаря которым мы четко понимаем, что вот та или иная мышца должна сократиться. И врач помогает женщине тренировать тот мышечный каркас, который для нее актуален. То есть эта машина тренирует, вот как мы в рекламе видим, бабочку надел, и у тебя пресс. Эта машина заставляет сокращаться мышцы, либо вы просто ставите датчики, чтобы понять, какие мышцы женщина сокращает для правильного выполнения. Мы ставим датчики для того, чтобы понять, какие мышцы она в тот или иной момент сокращает. Потому что... И в чем отличие, собственно, этой методики от упражнений Кегеля? При упражнении Кегеля женщина рекомендует сжимать область промежности. Она не понимает, что это такое. Она сидит, вроде бы сжимает, но она не ощущает конкретно, какую мышцу она тренирует. И как вообще это выглядит? Правильно ли она это делает? При установке этих датчиков один вагинальный датчик ставится, ставится датчик на переднюю брюшную стенку, на область бедер, внутреннюю, наружную. И женщина сама видит, какую мышцу она сокращает, с какой силой она это делает. И когда ей еще врач помогает тренировать стульную мышцу, у нее возникает А. То, что мы все знаем с точки зрения фитнеса. Можно натренировать бицепс, так что он гипертрофируется, мышца увеличивается, и она выполняет, безусловно, функцию сильнее, нежели она без тренировки. Это и называется интимный фитнес. И он, безусловно, крайне актуален. Как записаться? Я готов передать телефон персонально. Так, а нужно, получается... Сейчас скажу один нюанс еще. На самом деле, эта технология используется и у мужчин. Да? Абсолютно. Вот это интересно. Так, вот здесь. И вся съемочная группа напряглась такая. Это очень важная часть, потому что есть такой известный профессор у нас в стране, Башанкаль, по-моему, фамилия, который занимается коллапрактологическими вопросами. И все эти вопросы, они абсолютно аналогичные. И то же самое оборудование используется и для мужчин, в том числе при коллапрактологических заболеваниях. Причина же у женщин опущения или условно несостоятельности мышц тазового дна – это роды. Это механический процесс, благодаря которому ребеночек появляется на свет, ткани растягиваются, и у них условно теряется эластичность и так далее. А существуют же еще генетические факторы, приводящие к изменению тонуса мышц. В частности, это дисплазия соединительной ткани, которая может возникать как у женщины, так и у мужчины. И она проявляется у мужчины, в том числе дряблостью мышечных стенок, несостоятельностью сфинктерной части и так далее. То есть один раз нужно прийти, и чтобы тебе установили датчики, и ты понял, как выполнять эти упражнения правильно, и, грубо говоря, также можно практиковать дома, либо это правда надо абонемент покупать, и ходить как на фитнес. А ты спрашиваешь, почему я буду молчать? Вот сижу и молчу. На самом деле эффект от этих процедур возникает где-то к четвертой-пятой процедуре. Первая процедура – это процедура оценки силы сокращения мышц. Со второй процедуры, условно первой, которая уже непосредственно тренировка, женщина начинает тренировать то, что ей рекомендует врач. И эффект достигается где-то... Под контролем врача. Под контролем врача. Достигается где-то к четвертой-пятой процедуре. Интерес заключается в том, что женщина видит обычную игру, летящие шарики, значит, можно даже футбол, по-моему, поставить, еще что-то. И она должна... А где она, ты видишь? Поиграть! Да, она должна поиграть. В лагалище. Да. Поиграй в лагалище. Да, совершенно верно. В футбол. В футбол. Возможно. Наши футболисты так и делают. Нет, но на самом деле, мне кажется, это прекрасный способ. Это прекрасный спорт. Но потом женщина, когда понимает и привыкает, она практикует это сама. Безусловно. Возникает мышечная память. И если она упражнение Кегелева выполняла исключительно на интуитивном уровне, вот она вот сокращает промышленность. Здесь уже есть привычка. Здесь есть привычка, и она может через 3-4 месяца повторить такой же курс. Но желательно, конечно, в год раз курс проводить. Для коррекции посмотреть, как называется эта процедура. Называется посттерапия, биологически обратная связь, интимный фитнес, тренировка мышц тазового дна. То есть после родов желательно каждой женщине сходить на эту терапию. Безусловно. Чтобы и понимать, в каком состоянии изначально мышцы тазового дна. Да, вы абсолютно правильно говорите. Это очень важно. Я считаю, до беременности надо обязательно всем ходить, понимать. Ну, ты же в зал ходишь? Да, ты ведьма. Теперь пойдешь. Ведьма, как ты прекрасно выгляделишь. Как ты с тремя детьми? Когда, куда? Вместе. С тремя детьми. Пойди поймать. У меня фитнес просто каждый день. Мне кажется, Аня живет в мутике, знаешь, где эти маленькие обезьянки. И мама мартышка. Вот так вот. Ну, на самом деле, это нагрузка и есть. Это тоже физическая нагрузка. Да, но каждой женщине, мне кажется, нужно всегда, в принципе, знать. Да, ты пошла, поняла, как это работает. И до беременности, чтобы снизить риски возникновения, там, тех же недержаний, опущений и так далее. То есть это реально, мне кажется, каждая женщина вот в свой фитнес, в свою программу должна это включать. Да, с молодых лет. Можно еще сразу спрошу? Марк, скажите, пожалуйста, вот в этот футбол, его можно поиграть в любой поликлинике или как это происходит? Вопрос абсолютно актуальный. Да-да-да, я просто его сформулировал. Это можно найти в центрах, где занимаются прицельно эстетической гинекологией. Таких центров, на самом деле, немного, если говорить исключительно о медицинской поднагоднике, потому что в любом косметологическом центре наверняка тоже попытаются как-то эту процедуру провести. Но здесь, безусловно, очень важно знание врача, чтобы... Вообще, что и врач проводит эту процедуру. Да, и это очень важно, чтобы, безусловно, основной принцип не навредить. Потому что бывают случаи, когда, безусловно, это нельзя проводить и так далее. Поэтому здесь качественное экспертное мнение, хотя бы диагностика. А есть противопоказания, кому нельзя? Да, безусловно. Значит, такие процедуры противопоказаны, во-первых, при воспалительных заболеваниях. Во-вторых, они противопоказаны при ряде онкологических заболеваний. Они противопоказаны при патологических выделениях из матки, не связанных абсолютно с опущением, которые могут быть у женщины. И ряде других факторов, которые, безусловно, тоже могут возникнуть. То есть перечислять можно очень многие гипертонусы. Сколько должно пройти после родов? Есть еще через два месяца женщина обращается. Это тот фрагмент временной, когда можно ситуацию кардинально поменять в положительную сторону. Даже если не было никаких разрывов, никаких эпизиотомий, травм и так далее, все равно это процесс растяжения мышц и снижения тонуса, и для восстановления нормального экологена и все остальное нужна тренировка. Я как раз успеваю. Я теперь понимаю, почему женщины доверяют мужчинам-гинекологам. Вот Марк говорит, и я максимально спокоен. Максимально. Надо идти тренировать мышцы. Надо, пойдем. Значит, надо. Мне кажется, это же с годами натренированная интонация у вас. Спокойно, расслаблено, чтобы женщина не волновалась. Куда идти? В Центр эстетической гинекологии, в больнице имени Юдина. Там, безусловно, сосредоточена база. Дело в том, что мы пришли в эту сферу из хирургии. Это абсолютно фундаментальная часть. То есть у вас в государственной больнице у вас есть отделение, которое занимается этим. То есть это не... И это можно бесплатно делать. Это отдельная тема. Сейчас расскажем по поводу этого. Это впервые в Москве на базе государственной структуры создана прицельно структура, занимающаяся эстетической гинекологией. В этой структуре работают те врачи, которые хорошо знают медицину классическую. Для начала. Далее, безусловно, мы уже владеем всеми технологиями и оборудованием, которым нас обеспечивает наше руководство для того, чтобы мы... Которое есть еще в салонах красоты. И вот это вот все, что продается везде, но только, я так понимаю, под контролем врачей. Безусловно. Здесь очень тонкий момент, потому что слово лазер или босс-терапия, оно тоже может выполняться на разном оборудовании. Там такое огромное количество разновидностей этого оборудования, что, безусловно, даже подбирая и покупая это оборудование для пациента, надо хорошо проанализировать, что будет выполняться. Потому что лазер может быть с низким качеством, с высоким риском карбонизации ожогов. Лазер может быть с высокой точностью фокусирования луча, что практически снижает риск осложнений. Но пациенты этим, безусловно, не в полной мере владеют. Поэтому я, как врач, работающий в этой структуре, безусловно, пытаюсь себя ставить на место обычного человека. Я бы рекомендовал, конечно, обращаться в структуру, в которой отвечают за качество. А это сегодня очень важно. И у вас еще есть возможность проконсультироваться с абсолютно любым специалистом. Потому что, например, та же проблема недержания мочи. Кстати, по поводу мочи... А почему ты на меня смотришь все время? Таких вопросов, я не понимаю. Я ко всем. Просто я к тебе жалуюсь. А, пожалуйста. По поводу... Всегда проблемами с мочой женщина обращается к гинекологу с недержанием мочи, с плохими анализами. Логика понятна. Все, что оттуда, все к гинекологу. Это не оттуда! Ну, примерно там. Рядом. Это рядом, но это не оттуда. И очень важно, что, да, есть возможность проконсультироваться с урологом. И уролог – это не мужской только врач, а это врач, который помогает в работе мочеполовой системы, то есть мочевыводящей системы. И как раз, если вот то же самое недержание, можно ли... Женщина вот, опять же, приходит к вам к гинекологу, или она может еще с урологом проконсультироваться? Полностью поддерживаю тактику того, что надо обращаться не только к гинекологу, но и к урологу. Вот. Ну, есть такое направление, которое, наверное, не обижает никого, ни одних на руке, как урогинекология. И здесь это врачи-гинекологи или урологи, которые специализируются именно на этом направлении, в том числе и на недержании мочи у женщин и так далее. Здесь очень важно как бы еще понимать механизм формирования, да, что мышечный каркас, он удерживает мочевой. Что такое недержание мочи, когда оно происходит? В недержании мочи происходит это подтекание мочи на фоне увеличения внутрибрюшного давления, и оно может происходить как непроизвольно в обычном состоянии, так и на фоне определенной физической нагрузки, при чихании, при кашле и так далее. И здесь очень важно дифференцировать вот моменты, связанные с подтеканием мочи как при физнагрузке, так и без нее, и понять, что дальше делать. Потому что есть состояние при недержании мочи, где нужна исключительно хирургия, есть состояние, при котором нужна и хирургия, и бостерапия, и хирургия, и бостерапия, и лазер. То есть здесь это уже компетенция врача, к которому обращаются. Но так как мы затронули тему недержания мочи, хотел бы сказать, что, безусловно, технология биологической обратной связи, она профилактирует недержание мочи в дальнейшем. Потому что так как растягивается все влагалище и, соответственно, промежность, то в структуре этого комплекса, безусловно, участвуют и мочевой пузырь, и каркас, удерживающий мочевой пузырь. То есть немножко анатомии расскажем, что почему вообще мочевой пузырь в этом всем участвует, и почему, казалось бы, рода и мочевой пузырь. Потому что он давит на переднюю стенку влагалища. И если передняя стенка влагалища, в общем-то, у нас, скажем так, немножечко расслабилась, подрастянулась, и мочевой пузырь наполняется, то, конечно же, происходят вот эти состояния. Состояние опущения, сопровождающиеся уже недержанием мочи. Ну, уже и там и сфинктеры тоже. И хочется сказать, что вот на раннем этапе все технологии, связанные с лазерными технологиями и с бостерапией, они актуальны. На том этапе, когда уже имеется условное опущение больше, чем первая-вторая степень, не вдавая сейчас детали, что это такое, с более выраженными. Нет, давайте, кстати, пожалуйста, вот что такое первая, вторая, третья степень? Как их определить и на какой степени куда обращаться? Потому что, в общем-то, это совершенно разное лечение. И в начальных стадиях, я так понимаю, можно же попробовать более лайтовыми способами. Не хирургическими, да. Кто определяет эти стадии? Как их понять? Определяются эти стадии на осмотре у гинеколога. Когда гинеколог бимануально осматривает женщину... Так, а бимануально это? Бимануально это двумя руками через влагалище и брюшную стенку оценивается положение матки и степень, условно, если есть выпадение передней и задней, или опущение передней и задней стенки влагалища. Первая и вторая степень, если условно сказать, что есть вход во влагалище, это вульварное кольцо, это небольшое выступание стенок передних и задних, так просто говоря обычным языком, в область вульварного кольца. Не за его пределы, но условно в область вульварного кольца. Чуть-чуть опущено. Чуть-чуть опущено, да. И как это лечить тогда? Как лечить? Применять в первую очередь технологию бостерапию и лазеротерапию. И хочу вернуться к структуре стенки влагалища, потому что очень многие не совсем понимают, думают, что там много мышц вокруг и так далее. На самом деле это не так. Влагалищная стенка, она очень тонкая, и она покрыта очень тонким слоем слизистой. Дальше идет очень небольшой тонкий слой мышечного каркаса, который снабжен множеством кровеносных сосудов. И иннервация влагалища, она, если разделить условно влагалище на три зоны, она находится только в нижней части. То есть внутри области сводов влагалища, в области шейки, матки, матки. Влагалище практически нечувствительное. Они так испуганно смотрят. Я нет, я рисую, я просто визуал, я пытаюсь себе это нарисовать, представить, чтобы все это понимать. Я просто представил, поэтому молчу пока. Поэтому говорить о том, что влагалище – это тот орган, который можно натренировать, на самом деле нет. Его можно поспособствовать тому, что стенка влагалища может немножко сократиться, она может улучшиться, ее кровоснабжение, улучшится тонус этой стенки, но мышцы там натренировать невозможно. Мышцы можно натренировать исключительно область промежности и входа во влагалище, и той зоны, которая как раз поддерживает мочевой пузырь. Вы упоминали про лазер. Подскажите, пожалуйста, каким образом его можно использовать, где? Сейчас это очень модно. Очень модная история, да. Хотелось бы подробнее знать, пригодится ли мне в конце концов. Лазер – это световое облучение, излучение, точнее, которое влияет на ткани. В частности, его можно использовать как во влагалище, так и на наружных половых органах, на брюшной стенке и так далее. Сам механизм лазера, он подразумевает красивый такой термин «неселективный фототермолиз». По-русски для всех. Почему сказал? Сейчас скажу. Потому что он действует повсюду в окружающей ткани, а фототермолиз, у него термическое воздействие. Он выпаривает воду. Зачем? Зачем? Объясню. Потому что сам по себе механизм регенерации клеток, он имеет свой период. Любая клетка живет, потом она замещается другой, более новой, которая выполняет свою функцию. Вот в данном случае ни в коем случае не происходит процесс лизиса клеток. Мы их не убиваем. Мы денатурируем белки и выпариваем воду. За счет чего... Так, так, так. Это прям уже очень тяжело. За счет чего... Зачем? Какие показания? Каким женщинам делать, каким не делать? Вот сейчас доскажу. За счет чего происходит в первую очередь сокращение слизистой. Сокращение слизистой и обновление клеток ведет к выработке коллагена и любрикации. Улучшается кровообращение, и стенка становится более насыщенной, она становится сокращенной и, можно сказать, более эластичной. То есть лифтинг-эффект. Безусловно, когда обрабатывается лазером, обрабатывается все стенки влагалища. И передняя, и боковая, и задняя, и так далее. Но эффект от этого не может быть приравнен к эффекту условно-хирургического вмешательства пластики, влагалища и так далее. Поэтому лазер может использоваться исключительно в период, когда имеется вульвовагинальная атрофия, когда не происходит выработка, любрикация влагалища. Допустим, при вагинитах и так далее, увлажнение. Очень актуально при начальных стадиях опущения, благодаря чему мы травмируем клеточки, они насыщаются, кровообращение улучшается, и влагалище становится более эластичным. Есть состояние, связанное с недержанием мочи. То есть так как стенка влагалища, как я сказал, она абсолютно тонкая, то как дополнение к удержанию этой стенки может случиться лазер к бостерапии. Почему? Потому что стенка сокращается передняя, и она дополняет эффект мышечного тонуса, который имеется при входе во влагалище. Но она не может кардинально исправить процесс, если имеется условно опущение второй-третьей степени или выпадение влагалища и так далее. Есть другая сторона, что в основном лазер по своей статистике, с точки зрения медицины, он должен использоваться в переменополазальных периодах и в тот период, тогда, когда снижается уровень гормонов эстрогенов, который стимулирует обновление этих клеток и так далее. То есть редко? То есть нередко, но все-таки прицельно при изменениях. Сейчас скажу. Здесь очень важно, что не происходит формирование струпа. Никакие клетки не отмирают по сути от воздействия лазера, если выставить определенную программу. Можно денатурировать белки, можно выпарить воду, и это может помочь укреплению стенки. Поэтому мы не назначаем длительные курсы лазеротерапии после родов. Мы назначаем курс БОС-терапии и в дополнение одну-две процедуры лазеротерапии. Но ведь лазеротерапия, она действует только на слизистую влагалищу. Таша, здесь я, как вот я, на самом деле, признаюсь, не то, что противник лазеротерапии, но я считаю, что там должны быть очень сильно серьезные и грубые к этому показания, потому что сейчас это продается просто направо-налево, как омолаживание, хотя на самом деле ты никак не можешь омолодить, это просто происходит в сжигании. Что я захотела. Вот, а на самом деле, то есть ты, получается, сжигаешь слизистую, но эта слизистая, она же не воздействует на мышечный каркас. То есть если у тебя проблемы действительно с мышечным каркасом, опущение, как, какая взаимосвязь тогда тех, что ты слизистую? В дополнение, вот я внимательно слушала, это в дополнение к бостерапии. Ты тренируешь, да, я правильно понимаю? Тогда зачем сжигать всю слизистую? Здесь абсолютно правильный вопрос. Я вот, ну, действительно, противник этого. Я хочу сказать следующее. Лазеры прошли весь путь эволюции, так же, как и любая хирургическая методика. Сначала начинали оперировать одно, получали осложнения в другом и так далее. Здесь вопрос, какого уровня лазерное оборудование и как врач хорошо владеет тем набором параметров, которые он выставляет. Потому что, безусловно, влагалище можно сжечь. И, безусловно, его можно не сжечь, а помочь женщине. И это, безусловно, вызывает... Я на слове сжечь испугался просто очень сильно. Ну, наверное, неправильно. Кстати, сжечь, наверное, неправильно. Наверное, вызвать разрушение клеточек здоровых, которое неактуально. Это, безусловно, может повлечь за собой как воспалительный процесс и так далее. Потому что внутриклеточные инфекции, как бы мы их ни диагностировали, они тоже имеют право на жизнь и в любой момент они проявляются. Поэтому здесь, хочу застрять внимание на качественную базу, здесь очень важно, чтобы врач действительно владел этой технологией. Он должен ее знать. Потому что сокращение слизистой влагалища, которое, когда она сокращается, достаточно много сокращается. Это уменьшает объем влагалища. А за счет уменьшения объема и тренировки мышц тазового дна не за счет разрушения клеток влагалища, а за счет сокращения объема. То есть комплекса, только комплекс. Только комплекс. И только по показаниям. Потому что омоложение, наверное, можно спроецировать больше на возраст переменопаузальный. Вот там это, наверное, актуально. Ощущение омоложения. Ощущение омоложения. Но это не омоложение, а как таковое. Но само по себе слово омоложение вообще не применимо этому в медицине. Да. Его не существует, прости. Это будущее, пока и непонятно. Кто хотел омолодиться, Яблочки в области. Лифтинг-эффект и возраст. Мы опять же... Я же говорю, я визуал, я представляю себе. Опять же, получается, приходим к выводу, что это лучше всего делать в большой специализированной клинике, а не в каждом подвале. Понятно вам? Да. Ой, я испугалась. Видишь, на кого-то, на двух-трех человек у нас работает. Ну, более выраженное опущение, безусловно, это исключительная хирургия. То есть, это пластические операции. Мы придерживаемся позиций пластических операций исключительно с собственными тканями, без применения каких-либо сетчатых материалов. Ну, опять-таки, все по показаниям. Какие могут быть показания к реальной хирургии после родовом периоде? Значит, если влагалищная стенка выступает за пределы вульварного конца кольца, и женщина при натуживании сама ее ощущает, и, безусловно, это видит врач, безусловно... То есть, из влагалища зияет, выступает что-то, женщина это чувствует, и врач это видит. Совершенно верно. В этом случае, конечно, вступает в действие хирургия, и после хирургии мы рекомендуем бостерапию. Потому что рубец, который формируется, это уже измененная ткань, она не физиологична, та, которая была. И, безусловно, лучше ее тренировать для того, чтобы она стала эластичной и так далее. Но, опять-таки, не менее, чем через 2-3 месяца, потому что в первое время, там первые 20 с чем-то дней, это всего лишь шов, потом только формируется рубец, который уже можно видоизменять. А можно ли рожать после этих операций? Вот, Аня, например, я не думаю, что еще остановится на 4-х детках. Она нам обещала, по крайней мере. Остановиться? Нет, что не остановится. Вот. И правильно. Но, например, вот если сейчас... Ну, так убедительно говорите, я же верю на 1000%. Это просто таким голосом звучит, как прогноз. Ну, просто сейчас у женщины, например, после 2-х, даже 3-х родов, все равно может возникать такой дискомфорт, который она не готова ждать, пока всех там отражает. Она хочет жить сейчас. Можно ли после этого рожать? Есть ли какие-то особенности? Мы не рекомендуем проводить хирургическое вмешательство, если нет выраженного опущения пациенткам, которые планируют беременность. А если есть показания? Если даже есть показания. Почему? Потому что, безусловно, если женщина планирует беременность, там 2-й, 3-й степени, ну, 2-й, условно, степени опущения, она этим 2-м степенем опущения может забеременеть, родить, а потом можно сделать ей пластику. Потому что во время родов, безусловно, очень часто происходят разрывы, то есть зоны ушивания, которую мы оставляем. Потому что ткань, она неэластична, и рубец сам по себе, как бы его не тренировали, или не проводили там перпи-терапию, и все остальное, то есть он все равно не может соответствовать тому мышечному каркасу, эластичности, которая была до разрывов. Но это очень актуальная методика, она актуальна и для качественной сексуальной жизни, и для сохранения нормального биоциноза влагалища, и температурного составляющего, и так далее, в обычной жизни. И для комфорта. У женщины, не планирующей беременности. Поэтому здесь такая граница всегда, и на весах мы ставим вопрос. Индивидуально. Да, то есть кому-то может быть и надо, но это показания в дальнейшем кесаревом сечению, кому-то это не надо, то есть абсолютно индивидуально. То есть это прям показания кесаревого сечения, или можно родить самой, но... Здесь вопрос, какая была пластика. Но здесь хочу добавить нюанс один. Существует такое понятие, как нитевой лифтинг. Нитевой лифтинг, это когда... Я слышала только, когда... Я тоже сейчас представляю себе лицо. Нитевой лифтинг, это когда используются специальные нити, как раз в таких случаях, если женщина планирует беременность, которыми прошивается в двух направлениях мышечный каркас сухожильных центров вокруг. То есть в дополнение. Да. Благодаря чему сразу сужается вход во влагалище, и эта нить рассасывается через год-полтора. И женщина весь этот период... Ну, условно, женщина весь этот период живет комфортной жизнью, половой жизнью, у нее нет никаких воспалительных состояний и так далее, связанных с... А потом нужно повторить. И да, если, условно, планируется беременность, это не та ситуация, которая связана с формированием рубца. Либо мы ее повторяем, либо мы ее отпускаем на беременность и так далее. То есть выход из этого положения всегда как бы есть. Вопрос. Если у женщины были осложнения после родов, разрывы, эпизиотомия, что с этим можно сделать? То есть если ее беспокоит? У меня просто есть знакомые, которые настолько получили травмирование, наверное, можно сказать, в родах, что они не могут жить комфортной половой жизнью. Ну, здесь, опять-таки, надо четко услышать основную жалобу женщины, что ее беспокоит. Беспокоит. Если эстетический момент, это одно, если это, условно, дискомфорт при половой жизни не связано с тем, что у нее просто зияет половая щель, это другое. То есть в этом случае надо делать полноценную пластику, сикать ткани, восстанавливать. Тут конкретно боль. Вот у меня знакомая эта боль. Ну, боль – это очень многофакторная история. Здесь с болью надо разбираться, потому что боль могут вызывать как воспалительные состояния, так и даже лигатуры, которые остаются после ушивания, после эпизиотомии. Такие случаи были у нас. Поэтому здесь все зависит от конкретного случая. Выполняется экспертное УЗИ, смотрится с зоны промежности, оценивается глубина, распространение рубца, изменение ткани, и потом вместе с бимануальным обследованием врач уже формирует тактику лечения. То есть нужна консультация? Это уже персонализированная программа, о которой я говорил, которую мы женщине даем на определенный период времени. То есть приходим к выводу, что нужно приходить к специалисту, а не просить Аню, спросить у Марка на подкасте где-нибудь. Абсолютно. Так, так. Не прокатила. Да, я же слышал, там кто-то будет. Спроси, можешь фотку показать? На. Ой, а мне, кстати, пару раз присылали фотки. А, кстати, люди думают, что фотографии можно передать информацию. Да, нет, девочки, простите, фотографии невозможно оценить, состояние вообще здоровья влагалища. То есть это только нужно... Ну вот. Марк, в директ не заходите пока. А, да? Хорошо, я буду ищен. Можно только оценить, например, выделение. Вот это окей. Но... И здесь я хотел бы обратить внимание, что исключительная хирургия или даже применение тех или иных технологий современных без психологической поддержки женщины эффект сразу низкий. Поэтому врач очень много времени тратит на то, что он объясняет, рисует, рассказывает один раз, второй раз, третий раз. Это уже не работает так, как раньше было. Пришел человек по ОМС, ему сказали, тебе надо сделать это. Все. Нет, мы должны это рассказать, потому что женщины уходят в стрессе, меня будут резать, что мне будут делать. И привлечение еще специалиста, это имеет колоссальное значение. Но этой культурой пока у нас в таком объеме нет. Но это нужно, потому что любой пациент, который идет на хирургическое вмешательство, он должен быть консультирован психологом. Это очень и очень важно. Если, конечно, он не хочет, его можно оставить в покое. Если ему достаточно то, что ему сказал врач. Но эффект реабилитации, эффект операции, предоперационное спокойствие, это имеет огромное значение. И хочу сказать, что в нашем учреждении на это обращают внимание. Ну, скажите уже телефон, ну что? Мне кажется, это очень важно, потому что это, в принципе, очень интимная проблема. И очень многие женщины считают, ну, я же родила, я должна теперь с этим жить. Ну, типа, это мое бремя, потому что я родила ребенка. Любая гинекологическая. В деле получается, что это можно скорректировать. Более того, есть куча дооперационных действий. И получается, что комфортная жизнь вообще реально. Безусловно. А, я хотела сказать, что бесплатно это можно получить, да? То есть возвращаясь, в какую часть можно по ОМС? Я хотел бы завершить предыдущий вопрос, в чем очень важный момент, что иногда вызывает абсолютно недоумение, что на базе городской клинической больницы врач дифференцирует пациентов. И тот пациент, который должен прийти к нему, и максимально лобилен, он даже может встретить у входа. Лобилен это что значит? Ну, то есть он эмоционален, нервничает и так далее. Он может встретить у входа. Это абсолютно нормальная история, потому что учреждение огромное, человек теряется, у него появляется страх. А куда мне подойти? Что мне сделать? Много людей. А у меня такая интимная проблема. Я сейчас должен поделиться и так далее. Поэтому вот логистика, даже как человек пройдет, лично для нас, как для хирургов, имеет сейчас огромное значение. Мы ее пытаемся наладить. Нас просят женщины, встретите нас, пожалуйста, у входа. Это нормально. Я просто как пример рассказываю, что имеет большое значение. Для городской больницы, да. Что можно по УМС, что можно на платной основе. Какой спектр услуг можно получить по УМС? Есть ряд услуг, которые абсолютно не регламентированы УМС. Да, ну, в частности, лазеротерапия, бостерапия. Нерегламентированно, это значит... То есть она не подпадает под УМС. И женщина не может ее пройти, просто так придя туда, она заключает договор с больницей, получает официальный документ, может абсолютно все свои услуги оплатить, даже дистанционно, как это принято во всем мире. После консультации врача не стоят, нигде в очередях и так далее. Все это налажено. И это официально. И это абсолютно официально. Она получает договор, и она получает всю этапность своего лечения. Например, пластика, она входит в УМС. Пластика стены благалища, хирургическое вмешательство. Естественно, по показаниям. То, что касается пластика половых губ, как эстетическая, она тоже входит в УМС. То есть есть ряд тех направлений, которые больше части... Как получить это направление? Это только платно можно сделать. Надо вообще почитать списочек, да? Там много бесплатных... Направления можно получить в женской консультации. То есть вы приходите просто с жалобой? Достаточно. Говорите, вот там. Да, да, да. Мне хочется. Вот туда, тебе говорят. В этом случае первая врач должна дифференцировать, но он, безусловно, присылает в Центр эстетической гинекологии пациентку. Мы потом созваниваемся с тем врачом, у которого наблюдается пациентка в женской консультации, для того, чтобы была преемственность информации. Не то, что она пришла к нам, мы ее пролечили и сказали, вот теперь иди и наблюдайся. Нет. Это абсолютно неприемлемо. Врач получает помимо бумажки, выписки, еще всю информацию. Он дальше наблюдает пациент в ЖК. Я все-таки не могу успокоиться. Я еще хочу вас помучить по поводу лазеротерапии, потому что, ну, с одной стороны, мне не хочется спорить с гостем, да, но я вот в своей практике, я действительно противник лазеротерапии. От чего? От того, что сейчас очень много девушек, да, вот услышали где-то и побежал, он говорит, ой, ей обещают какие-то оргазмы. Да, молодой. Ну, конечно, конечно. Ей обещают волшебные оргазмы. Молодое, прекрасное, маленькое влагалище. Да, вот это вот... Красиво. Ей кажется, красивенько. Может, закроем уже этот сайт? Хотя, кстати, вот тоже, мне кажется, это еще из-за незнания норм, потому что, ну, кто знает, что такое нормальное влагалище? Да, красиво. Кто придумал вот эти вот нормы красоты? Их нету. Да, нормы здоровья есть, а нормы красоты это тоже, потому что с теми же половыми губами. А вот о чем ты говорила, говоря про порн. Конечно, конечно. Но смотрится так, как у всех, а у тебя не так, да, и начинают переживать. Вот именно, конечно, конечно. И там те же самые, там, размер половых губ. Да, многие девочки, они переживают, что это просто некрасиво. Хотя на самом деле нету нормы, какие они должны быть. Да, есть действительно анатомические иногда отклонения, когда правда это доставляет дискомфорт. Там, например, воспалительные процессы, когда правда половые губы из-за своего размера там может часто натираться. Да, и правда тогда есть показания. Да, но я все равно противник к тому, что молодые девочки или женщины приходят вот за этим омоложением, уменьшением влагалища. Я не считаю, что сжигание, простыми словами, слизистый улучшает, помогает стенкам влагалища, потому что мышечный слой и слизистый – это абсолютно разные вещи. Да, и донесите, пожалуйста, или, может быть, объясните мне, как, почему вот многие врачи все равно это назначают. Или, ну, в салонах красоты понятно. Ну, во-первых, почему они назначают, я не могу сказать, но я с вами соглашусь. А, все-таки вы согласитесь. С большей частью, да, безусловно, что есть такое понятие, что есть такое понятие, как ремоделирование. Это не омоложение, это ремоделирование. Есть такое понятие, как омоложение, которое проецируется на определенную возрастную группу. Мы говорим о применении лазера в том случае, если есть первая, вторая степень опущения, как комплексная терапия для женщин, чтобы профилактировать дальнейшее ухудшение ее состояния. То есть только если она качает мышцы, и плюс к этому... Да, потому что просто лазер, наверное, действительно не может иметь эффект. А если она качает мышцы, зачем ей сжигать слизистую? Сейчас объясню. Сейчас объясню. Потому что само по себе опущение влагалища, это уже изменение флоры влагалища. Это уже изменение слизистой влагалища. Поэтому, коль мы восстанавливаем ей нормальную анатомию, мы, безусловно, должны ремоделировать эту слизистую. И здесь уже, может быть, я в чем-то не соглашусь. Я не согласна, что всегда слизистая поражает. Здесь вопрос возрастной группы. Пришла девочка, 21 год. Вот. И говорит. Зачем она хочет омолодиться? Мне надо омолодиться. Да? Что должен делать врач? То, что он должен ей объяснить весь рацион возможностей, которые можно применить, в том числе и PRP-терапию, в том числе и введение препаратов на основе гиалуроновой кислоты. Это возможно. Это временный эффект. Но для нее, может быть, он будет более эффективен, нежели в действительности применения лазера. Поэтому здесь вот очень тонкий момент. Я не за то, чтобы просто так назначались такие процедуры. Я за то, чтобы все-таки они назначались по показаниям. Либо по медицинским. Ну, какие могут быть показания к тому, чтобы сжечь всю слизистую влагалище? А я могу сейчас перечислить медицинские показания. Я могу перечислить. Давайте. Первое – это любые послеродовые изменения. Это травма и микротравма стенок влагалища. Второе – это опущение первой-второй степени. Как вы эти опущения лечите тем, что сжигаете просто слизистую, а не работаете над мышцами? Я сейчас расскажу сначала показания. Простите. Есть недержание мочи, есть такое понятие, как вульвовагинальная сухость после родов, генитоуретарный синдром и так далее. То есть недостаточно использовать сторонний лубрикант? Нет. Здесь должна быть выработка собственного коллагена и собственная любрикация. Это всегда более эффективно, потому что вы запускаете этот механизм. Поэтому здесь во всем, то, что я перечислила, нет ни одного показания, где есть девочка, которая просто так пришла молодиться и все такое. Есть эстетические показания. Под все эти показания любая женщина после родов, которая просто родила, может себя подтянуть. Правильно. Ей надо это выстроить. Я слушаю, такое ощущение, что я прям вот уже хотела бы это сделать. Ей надо обязательно. А то Лена такая говорит, нет, не надо. И я вот между вами сейчас... Докажите мне, что не надо. Так нет же. То же самое, что Марк говорил. Не нужно говорить женщине весь перечень, иначе она это все притянет на себя. Он тебе сказал, весь перечень ты притянула на себя. Здесь не надо его применять, когда женщина не после родов, и она живет обычной жизнью, и она просто так пришла к гинекологу. Его применять не надо. Но если это послеродовое состояние, условно, с признаками опущения дальнейшего, или у женщины даже до родов были опущения, и у нее были признаки недержания мочи, конечно, желательно провести бостерапию с лазером. Мне вообще очень интересно. Нет, мы сейчас только про лазер. Бостерапия, окей. Я ее принимаю, я знаю, я люблю эту терапию. Меня лазер волнует. Зачем сжигать слизистую, если она не влияет на мышечный каркас? Я хочу вам ответить так. И при недержании в том числе? Вы знаете, кого нам не хватает? Уролога. Патоморфолога. Что? Чтобы обговорить термин сжигать. Потому что это человек, который точно исследует срез ткани. И он может сказать, оно сжигается или нет. Мы же можем спорить бесконечно. На самом деле есть публикации, есть клинические не рекомендации, а клинические данные и статистика. Это ни я не могу сказать, ни вы, ни кто-то другой. Надо просто брать литературу и смотреть. Есть такая же статистика о том, что это не рекомендовано. И FDA, например, мы знаем, что такое FDA, это американская очень такая крупная проверочная, скажем так, организация. Они не рекомендуют использование лазера в таких целях. В каких? При первом, втором степени опущения? Да. В комплексе с бостерапией? Нет, мы сейчас не говорим в комплексе. Но даже если в комплексе, зачем, если при том, что ты делаешь бостерапию и качаешь мышцы, когда действительно ты работаешь над стенками влагалища, когда мышцы... Я не знаю таких рекомендаций FDA. Я вам покажу. Думаю, что их нет. Нам нужны рекомендации Минздрава. Я думаю, что их нет. Я думаю, что там совсем по-другому сказано. И думаю, что я прав. Там сказано то, что применение того или иного вида энергии, без консультации врача и строгих показаний не рекомендовано. А в показаниях нет ни в одном показании при опущении первой-второй степени, либо при вагинитах, либо не вагинитах, а вульвовагинальной сухости, либо при недержании мочи, что лазер противопоказан. Такого нет нигде. Я думаю, что противопоказан, конечно, нет. Эффективность его не доказана. Я готов согласиться со всем. Я не знаю, что это осложнение. Бывают осложнения. Осложнения есть у любой процедуры. Насколько они серьезные. Вот чтобы я приняла решение, можно мне это осложнение. Вот здесь очень важный момент. На самом деле тренировка мышц тазового дна практически нет осложнений, но здесь важно оценить, можно это делать или нет. А у лазера есть осложнение. Как раз то, о чем говорила Алена. Здесь можно прожечь, если неправильно выстроить параметры его применения. Поэтому врач, который применяет лазер, он обязательно должен пройти специальное обучение для того, чтобы его использовать. А если исключить, допустим, мой врач-профессионал, я обратилась к вам непосредственно, еще какие осложнения могут меня забеспокоить после? Не будет осложнений. То есть осложнения могут быть всегда, даже при абсолютно качественно подобранном лечении, но вероятность их низкая. А какой-нибудь дисбактериоз влагалища, что мои бактерии, которые раньше жили, им было хорошо, они уйдут и больше не вернутся. Здесь можно как бы уже говорить о том, как подготовиться к этой манипуляции, что женщина сдает обычный мазок на флору, она сдает обязательно анализ на спиц, сифилис, гепатит, и у нее тщательно собирается анамнез, даже сдается такой анализ, где есть полная раскладка бактерий. И, безусловно, мы оцениваем, если есть риски того, что там есть воспалительный процесс, конечно, ни одну манипуляцию проводить нельзя. Вы готовы? Я готова. Ален, давай. Я не успокоюсь, пока не скажу, потому что... Я готов с вами согласиться во всем, можем перейти к другой теме. Настоящий мужчина. Вы во всем правы, я вас поддерживаю. На самом деле, мне кажется, вы даже не спорите, потому что ты, Алена, говоришь... Мы о разных вещах говорим. Да, мы просто говорим, на самом деле, о разных вещах. Потому что вот то же самое про FDA, да, то есть оно не то, что говорит, что нельзя, но оно опубликовало предупреждение и неодобрение, да, использование этих процедур, лазерных процедур. Смотря еще, какого лазера, кстати говоря. Потому что они имеют, ну, действительно, серьезные риски, и их эффективность не доказана. Да, в таком вот, как вот, например, просто вот если его использовать. Конечно, в комплексе с бостерапией. Но как мы докажем то, что именно лазер работает, потому что у нас бостерапия работает, мы качаем мышцы, сделали лазер, ну, естественно, у нас будет результат. Ну, как ты скажешь, что это именно лазер... Ну, как не влияет на слизистую, даже средние и верхние стенки влагалища. А зачем слизистую трогать, если нет показаний к этому, если нормальная слизистая? У нас речь идет о том, что у нас есть опущение. Воле-неволе биоциноз там уже изменен. Воле-неволе слизистая уже ненормальная. Она перерастянутая. Поэтому мы не выжигаем эти клетки, мы лишь способствуем их ремоделированию и сокращению влагалища. Это разные вещи. Мы не выжигаем. И я хочу обратить на это внимание, что есть лазеры, которые действительно наносят травму, и там есть карбонизация. Это разные вещи. Мы о другом говорим. Вот здесь я, наверное, тогда уже... Мы опять же приходим к тому, что не надо делать в подвале. Да. Окей. Вот. Вы разобрались? Да. Марк, вы упоминали PRP-терапию. Что это такое? Что такое PRP-терапия? Это ауто-плазмотерапия. Понятнее пока не стал. Когда у человека берется кровь, выделяется обычная кровь из кубитальной вены, производится центрифугирование. Ну, из вены руки. Производится центрифугирование. И благодаря чему увеличивается концентрация клеточек крови в определенной среде в плазме. Более миллиона тромбоцитов в кубическом микролитре, по-моему. То есть это свое же. Да, плазмы. И этот компонент крови, который мы получаем в результате центрифугирования, вводят в ту проблемную зону, которая в дальнейшем подлежит терапии. В частности, эта терапия очень активно используется в репродуктивных делах. Там мы вводим во влагалище для того, чтобы хорошо созревали клеточки слизистой полости матки для дальнейшего, там, недации плодного яйца и все такое. А с точки зрения влагалища, если имеются какие-то трещины, травмы и так далее, безусловно, эта терапия, она может быть полезна женщине. Нет убедительных данных, что она поможет стопроцентно. Поэтому мысленно, Аленя говорит, тихо, тихо, сейчас договорю. Поэтому рука уже тянется такая. Все хорошо. Так и должно быть, но просто я не могу молчать, как любая женщина, мне кажется. Поэтому эта методика, она очень эффективна, потому что это не препарат извне, это собственные клеточки, они очень хорошим, кстати, иммуностимулирующим эффектом обладают. Это доказано, точно знаю. Применяется при воспалительных заболеваниях очень часто у женщин, особенно при сальпингофоритах, эндометриях и так далее. Для меня еще раз. Я знаю о том, что плазму колят. Ой, я обожаю. И тут, получается, просто во влагалище колят. Обкалывают, да. Аналогичная технология, она практически ничем не отличается, я бы так сказал. Там волосы начинают расти? Волосы не начинают расти. А что, куда кунут кровь, везде волосы начинают расти? Это так работает? Ну, если связывают тромбоциты только с улоской. Я пошутила. Есть ли противопоказания? Противопоказания всегда есть. Опять-таки, это противопоказания, которые актуальны для любой терапии, для привлагалища. Это в том числе и онклоностороженность, это и воспалительные заболевания, это и иммунодефицитные заболевания, и целый ряд еще других. Ну, то есть резюмира. Получается, женщина, которая испытывает дискомфорт, она сначала идет на консультацию. Да. В большой центр, да? Лучше государство. Центр остатической гинекологии. И там уже вы на приеме, используя способы диагностики и ее жалобы, сопоставляя, принимаете решение. Это вот это, вот это и вот это. Безусловно. Кстати, вот по поводу сопоставления. Как часто вы обращаетесь к смежным специалистам? Да, вот, может, есть какие-то примеры, расскажите. В чем плюс многопрофильного учреждения? В том, что красивый очень термин мультидисциплинарный подход. Когда участвуют несколько врачей, отвечаешь за несколько направлений. И совокупность их мнений, это и есть один вывод, условный для пациентки, как дальше действовать. Это еще называется консиль. Как это происходит? Женщина... Как это происходит, что женщина приходит. Шесть врачей стоят с мокрой. По кругу. Если говорить буквально, то и такое возможно. Но происходит это нечасто, потому что не все те врачи, которые приглашают к гинекологу, ну, может быть, они хотели бы в этом поучаствовать, наверное. Не знаю, это уже юмор. Поэтому можно сказать, что они просто участвуют своими знаниями, как минимум. И врач, который эстетического центра, Центра эстетической гинекологии, собирая анамнез, получая всю информацию, подводя итог того, с чем он имеет дело, с какими соматическими сопутствующими заболеваниями, может пригласить того или иного специалиста. Например... Соматические заболевания... Это те заболевания, которые не связаны с гинекологией, связаны с терапией, с сердечными заболеваниями, органов брюшной полости, кожи дерматологические и так далее. Была у нас пациентка недавно, на которой обратилась, она обратилась за... Есть такое понятие second opinion, да? Второе мнение. Почему? Ну, и, наверное, мы тоже к этому абсолютно нормально относимся. И к коллегам относимся, и к критике относимся абсолютно нормально, потому что там рождается результат. Да. И она обратилась в связи с тем, что у нее были изменения цвета половых губ. И ей предложили использовать гиалуроновую кислоту, потому что орган... Не у вас, где-то в другой клинике. Да. Он был асимметричный с рекомендацией того, что на фоне этого изменится цвет, губы станут более, значит, изменят свой размер, эстетически более комфортный для нее и так далее. Хотя при осмотре, можно сказать, что невооруженным глазом сразу видно, что цвет половых губ, он не изменен и затемнен не из-за того, что она носит, условно, белье или у нее какая-то травма и так далее, а то, что там выраженнейший варикоз. Да, то есть это сосуды, которые располагаются очень близко к дерме, к коже. То есть этот цвет дает не потемнение? Не, сам... Да, безусловно. Есть очень много заболеваний, связанных с варикозными болезнями. Не заболеваний, а много видов проявления варикозной болезни. Простите, неправильно высказался. Это то, что могло привести к очень серьезному осложнению, потому что любое, любая травма, представляете, огромные там сосуды, они, безусловно, бы закровили. Остановить такое кровотечение очень тяжело, потому что венозная сеть, она практически сокращается очень тяжело. Там нет мышечного каркаса в сосудах и так далее. И в этом случае плюс такого учреждения, в котором мы работаем, безусловно, в том, что мы можем пригласить специалиста, который вместе с нами выработает ей тактику лечения, объяснит ей наравне с нами, что то изменение цвета кожи, это не является истинной причиной. То есть, это не цвет кожи, а это близкое расположение сосудов, очень темных, голубого цвета. И как раз в этом случае процедуры противопоказаны. Вот. Это все к тому, что, безусловно, мы как врачи, тот, кто не работает, не имеет каких-то определенных последствий этой работы, и позитивных, и негативных, но мы склоняемся к тому, что любая пациентка абсолютно индивидуально, абсолютно имеет свои собственные, не похожие на жалобы других пациенток, и она должна быть очень тщательно обследована, и должен быть тщательно собран анамнез. Это профессионализм врачей. Мы не считаем себя ни в коем случае людьми, которые могут взяться за абсолютно все вопросы, но мы абсолютно экспертно точно можем выставить диагноз, и провести женщину по этому пути. Ходите к специалистам. У меня возник вопрос сразу про осветление. Зачем вообще? Какие показания к осветлению влагалища или области анального отверстия? Сейчас это очень популярное тоже направление. Да, да, да. И у мужчин, и у женщин. Да. Действительно ли нужно это делать? Как вы считаете? Ну, здесь сказать нужно или нет можно с двух ракурсов. Сначала я бы сказал о том, что такое изменение цвета. Это обычный меланин, который вырабатывается в клетках кожи, и изменение его возможно... Да, это пигментация, она может возникнуть на фоне травмы, натирания области бельем или внутренней частью бедер и так далее. Да, и на передней брюшной стенке может возникнуть. Бывает вся... Бывает все тело покрытое, а бывает зона, которая сформировалась. Как отбеливать? Это применять, опять-таки, лазер, да, который этот меланин этот меланин расщепляет, и он выводится естественным путем. Можно ли это делать? Вопрос, наверное, не совсем ко мне, наверное, вопрос больше к дерматологу. Вот. Но я косвенно мог бы ответить на него так, что, наверное, любая визуальная процедура, инвазивная или неинвазивная, травматичная, она должна быть крайне взвешена, и никто не знает, к чему она в дальнейшем приведет. Поэтому, если говорить о том, что надо, так как в стоматологии чистить каждый день там специальными аппаратами зубы, наверное, тоже можно потерять эти зубы, да, поэтому здесь спорный вопрос. Я на него не могу дать ответ абсолютно точный, можно это делать или нет вообще. Я могу сказать, что в некоторых случаях актуальна просто обработка рубцовой поверхности лазером, и, соответственно, меняется цвет. А то, что касается ситуации, связанной с изменением цвета, который хочет человек получить, наверное, это больше эстетически-визуальные желания, которые запретить, наверное, невозможно. Но норма ли эти затемнения? Женщины считают, что это не норма. Эти затемнения относятся к варианту нормы для той или иной ситуации. Вероятнее всего, ненормальные затемнения, когда они имеют бесконтрольный процесс, вот, и, наверное, связанные с патологиями кожи, да, но если говорить только о зоне там промежности, половых губ и так далее, то, скорее всего, это укладывается в вариант нормы, это исключительно эстетически-визуальное желание женщины поменять цвет. Как вы считаете, это надо делать? Я считаю, что нет. Я считаю, что пора благодарить Марка и прощаться. Марк был очень интересный. в отпуск. Очень. Несмотря на то, что у меня было... Четыре раза я проходила через роды, я ни разу не сталкивалась с какими-то последствиями, но сейчас я поняла, что кое-где я упускала то, что я могла бы сделать для себя, для улучшения своей жизни. Поэтому мне было очень полезно. Большое-большое спасибо. Спасибо вам. У вас классная команда. Это мой дебют. Я вам всем желаю успехов во всем. И вы реально лучшие. Большое удовольствие сюда прийти. Правда, без какой-то там мысли. Круто. Спасибо вам огромное. Спасибо, что рассказываете женщинам такую важную информацию. Главное, чтобы это... Я всегда люблю говорить для превентивной, в превентивных мерах. Всегда лучше знать, с чем ты можешь столкнуться и что-то делать заранее, чем потом лечить. Поэтому это очень круто. Спасибо большое. Круто, что такое у нас есть. Спасибо вам большое за то, что у нас есть такие специалисты в стране. Спасибо. Это был Родкаст. Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь этим видео со своими подругами и обязательно рожайте. Ууу! ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...